Дорогие друзья, всем еще раз привет. Мы готовы общаться на момент второй карты, на предмет второй карты. Это карта Денюк, где сыграют нас команда Виталити и Хелл Рейзерс. А Шеры уже проиграли свой пик Оверпасс, на котором они, безусловно, первые два дня были хороши, но на третьей, по-моему, вся мана уже окончилась. По крайней мере, у капитана так точно. Карта Нюк, выбор французов. Вправе ли мы здесь ожидать хотя бы чего-то от команды Хелл Рейзерс? Денис? Ну, борьбу мы можем всегда ожидать. В партнере? Ну, чего-то больше, чем борьба. В этом матче очень сложно верить, на самом деле, в победу Ашер на Нюке, потому что Виталити считается одной из самых сильных карт. А Ашер не показали пока на этой карте ничего серьезного. Но, ребята, у меня для вас новость. Ну-ка. Этот матч ничего не решает, да? Во-первых, этот матч ничего не решает. А вторая новость, знаете, какая? Ведь не зря же третья карта Вертига. Не зря. Не зря. Нет. Знаете почему? Потому что Виталити хотят потренить хотя бы против кого-нибудь Вертига. Они сейчас заливают Нюкес и идут на Вертигоныч. Ну, страдания неплохая, с одной стороны. Все, можно лить на Ашер, сейчас на Нюке. Сейчас можно лить на Ашер. И Виталити уже так сделали. Извините. Это было неплохо. Даже угрозу. Слушай, пацаны, может, реально? Нас зачитали, нас зачитали. А Ашер говорит, да пацаны, да ладно, давай. Смотри, как нервничает. Тренер говорит, блядь, спалили. Да, очень плохо спалили. Ну, что поделать, что поделать. Пока что команда Hellraiser в статусе андердога. Наверное, это не поменяется до, так скажем, до конца этого матча. Что-то говорит. Даже если они выиграют карту Нюк, то в любом случае... Ну, Кирилл Карасев опять улыбается. Он вчера улыбался. Он говорит, да сюда, сюда. На третью сразу, на третью. Вторую сливаем. Такое, знаешь, форма некрасивая зато. Ну, форма головы, тебе сказать. Не, форма у французов всегда, по-моему, была красивая. Вспоминай Вэри Геймс. Я про Ашер говорил сейчас. Не, ну у них тоже неплохая черная. Но черная всегда, на самом деле, нормально смотрится. С красным особенно. С красным особенно. Ну да, да, это правда. Одна прям... Один свет другой дополняет. Ну вот опять же, Денис, ты знаком с тренером Непа на слышке, Алексеем Лемешевым? Так. Расскажи о нем. Какие обязанности он исполнял в Веге и какие, по твоему мнению, он исполняет сейчас в команде Хэлл Рейзерс? Ну, в Веге он исполнял чисто организационные вопросы, там, билеты, покупка и так далее. То есть он был менеджером. А Ашер он как тренер-менеджер, как я понял. То есть как бы он помогает, что нужно Кириллу. Но в основном все... То есть, как я понял, Кирилл захотел сейчас работать больше без тренера. То есть как бы, чтобы тренер не делал никаких там своих, грубо говоря, влияний на игру. То есть, грубо говоря, строить ее сам. И просто какая-то помощь, которая нужна будет в игре, он от лука получает. Подожди, это нормально, то есть вот что человек говорит, что я отказываюсь от работы с тренером. То есть весь мир работает, а я отказываюсь. Ну, то есть это, ну, со стороны это нормально или нет? Ну, это странно, как минимум, потому что, наоборот, прогресс пришел к тому, что и появились тренера, которые очень сильно обращают работу капитанов. Но, видимо, до этого были проблемы, и он не мог до конца свою игру как бы навязать команде. И тренера постоянно не давали реализовывать эту идею. И сейчас он, видимо, хочет... Вот, кстати, по поводу двух тренеров, да, вот Леша подметил. У команды Инопесли, кто не знает, раньше был такой тренер Тред. Сейчас он является игровым аналитиком этой команды. Он пришел в помощь как раз-таки к Пите, и они вдвоем сейчас в тандеме работают на своей команде. И пока не очень успешно, будем честны. Но, в любом случае, прогресс, я думаю, на лицо будет спустя некоторое время. Дорогие друзья, кстати, самое время, сколько в Москве у нас 21.31. Пора подкрепиться. А знаете, что лучше сделать? Правильно? Покушать в KFC. И твой KFC, JJ Combo, ждет тебя именно там. Купон под окном трансляции. Быстренько заходи, заказывай, и приятного тебе аппетита. Что ты не сказал об этом? Я бы заказал. Что ты не сказал мне об этом? Я бы заказал. Я тебе потом скажу, мне нужны твои предикты и твои тоже. 2-0? 1-1. 2-0. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, что думает об этом по этому поводу наш партнер-прематч. 11 на Hellraiser и 1,02 на команду Vitality. Ну, прямо, если честно, все очень прямо походит на правду. Ну, а мы передаем слово для вещания Эритейль и Анишараду. Пока мысли Пчелкина смотрятся очень и очень логично. Единственное, не состыковка. Почему, мне кажется, здесь может быть 2-0? Зачем надо было выигрывать вражеский пик тогда? Никакой состыковки не бывает. Это по сценарию. У Пчелкина есть сценарий. Ты забываешь простые вещи. А почему он всем не раздал? Ну, я видел его. Ты видел его? Я видел его. Ну, и что там по сценарию? Будет вертига? Будет. Будет? Я ни к чему не призываю, но вы видели там коэффициент 11 на матч-виннер. Это ладно, на карту, я думаю, будет... Будет весело. Ну, мы сейчас увидим. Я так понимаю, после первого раунда нам, как обычно, это все дело покажут. Но я так подозреваю, что, ну, четверочка, пятерочка должна быть изначально. Ну, четверочка уж точно, такими темпами. Ну, я ничего не говорю, но ребята тут говорят, что не сценарий, ребята. Вам уже решать. Ну, а мы пока посмотрим, что тут можно придумать по поводу... Ну, пока по сценарию, да. Хорошо. Получилось. Ну, вот как раз коэффициент. Ну, вот ожидаемо, да. Вполне ожидаемо. Ребят, ребят, ну... Ну, все понятно, да. Но пока увидим, потому что Виталити тут интересно вышли. Довольно долго в спине у них Фларыч стрелял. Не всегда попадал, но мог гораздо быстрее там фраги оформить. Тем не менее, закончилось все закономерно. Победа команда Виталити. И Ашеры обошлись довольно малыми потерями. Поэтому здесь закупаются хорошо. Три фармганчика есть, а восемь пофармят. Потому что пока видим, что у Виталити интересный курс вышел. За счет того, что они не поставили бомбу. Они тут только на пистолетах с армурами. Без всяких ригов и прочего. РПК спускается в вентиляцию. Мскуби прямо за ним. По горячим следам бомб Керри отлетает. И, в общем-то, для Хелл Резер все очень удачно складывается. Алекс также забирает Ангела. Зиву отловил. Крашен на спрыге. Такие дела. Но бомба под контролем контртеррористов. Так что особо трудностей вызывать этот раунд не должен. Да, не должен. Ну и следующий закономерно тоже. Потому что там будет экономический. И поэтому троечку должны Аширы по-хорошему оформлять. Ну, мы видели, всякие проколы бывали. Так что тут не стоит отрицать вероятности то, что может случиться и так, что против Эко уже Аширы сдадут. Но будем надеяться, конечно, на самый благоприятный для них исход. Потому что действительно три карты было бы интересно посмотреть. Да и Вертига штука такая, которая нас балует далеко не все команды. Ну, без Вертига однозначно это БУ-3 будет не очень веселым для многих. Не знаю, когда я вижу Вертига, я молюсь, чтобы его не было. Особенно на десайдерсах. А зря, зря. Карта клевая. Ты это... Не торопи. События. Тридцатая секунда. Как же интересно. За его хочет-хочет бомбу забрать. Но знает, что там 100% ее контролит кто-нибудь за поворотом. И инфы не хватает банально. А из Кубикс у него есть шанс подцепить. Не знаю, за каким конкретным углом подозревает, что здесь есть. О, у второго! А почему? Ну, хорошо, тайминг для Фларича был, но разменит он должен был 100%. Погодите. Красавчик. Действительно, что бы сказать, красавчик. Правда, пока этот красавчик погибает. Но у Нуки сложная ситуация. Китов нет. Тут еще и куча гранат. Две флешки, точнее. Нет, подожди, да. Две флешки есть у Алекса. И выйти будет на ретейк тяжко с учетом двух фармганов. Это Фузов. А, нет, подобрал. Подобрал? Да. Воу-воу-воу-воу. Ну, он был близок. Максимально близок к тому, чтобы отдать раунд. И он его отдает, собственно. 1-1. Не он начал. А это уже кто первый будешь там это... Да, кто первый стал давать тапки. Кому-то другому рассказывать. Ну что ж, теперь видим, форсецкий задался у Виталити. Они закупаются теперь по-хорошему. Остался подобран из прошлого раунда ФАМАС у Апекса. Ну, а все остальные взяли по новому девайсу. Видим два Крига, два Калаша. Вообще, в принципе, все хорошо. Ну, а со стороны команды Ашер надо наоборот ответный форс, потому что у них все сдалось хуже. Они не ожидали такого расклада. Они хотели пофармить, а получили фарм в лицо, скажем так. Фарм на лицо, я бы даже так сказал. Но Шокс пока заходит в улицу вместе с товарищами. Причем это 5 аутсайд. Это не как-то с льдом через лобби или урху. А, что они пожадничали закрывать? Ну ладно, тут видим то, что... Видимо, они рассчитывали на то, что здесь будет экономически, поэтому особо с гранатами тут не раскидывались. И прошли просто с одним смоком. Но зиму потеряли, как минимум. Ну, обычно на таком моменте раунд и заканчивается, если смоки не положат или положат их так, что щель остается. Но видим то, что здесь размин пошел, Нуки погибает тоже и остается втроем у нас товарищи. Краш, Фларич, Ангел. Может, они рассчитывали то, что там экономически будет. И вообще не достанут до них с юспов с такого расстояния. Как следует. А, Краш? Падает от Шоксам. Фларич вместе с Ангелом остается вдвоем. Разменялись хешками Капитаном. Правда, Ангелу у него слишком больше. Уру, но еще я Апекс из бомбы забрал. Вот так вот. Вот так вот. Сороковая секунда. Очень далеко Фларич по-прежнему. Надо бомбу ставить, конечно. Но пока хотят. Не торопятся никуда. Хотят выманить. Возможно, кого-то дождаться. Кого-то. Прекрасно. Там что-то Ангел знал. Но он аккуратненько на вилке показался и продолжает чекать оттуда. Может, они просто принимут решение унести арморы на следующий раунд. И это будет вполне нормально. Лучше, чем ничего. Определенно. Что, Виталите, потеряли двух. Вряд ли еще кого-то с выходом на экзит-фраге. Пока непонятно. Отходит максимально далеко Фларич. Пошли, давайте на улице забирать. Тут же зеву убивали. А пушки-то нет. А куда пушка делась? Непонятно. А где спрятали? Кстати, реально интересно. Они просто вниз ее внесли или куда-то скинули? Да выкинули, вероятно, за забор. Да, подстава оказалась. Но если бы унесли Девайз, было бы вообще идеально при таком раскладе. Но не унесли, не унесли, и ладно. Ну что ж, вот так вот споткнулись у нас Ашеры неудачно на втором раунде. И в итоге два забрали Виталити. И третий заберет. Да, и третий такими темпами тоже заберут. Потому что помимо этих засейвленных арморов и пистолетов, ничего докупаться не будет. По 250-й один, и Фларич с Ангелом. Ангел там как раз маму фраг сделал, и он на эти деньги хаешку и покупает. Лизи плюс 300. Записывайте. Так, ну что, теперь надо бы Виталити без потерь это все закончить. Видим то, что Краш и Ангел очень быстро падают. И Дайву уже пропрыгал на рампу и будет спускаться на Бэфленд. Правда, Бумкэрри вообще очень далеко от него. Но информация о том, что на рампе вообще никого нету, есть. Стакнулись ребята на базе и немного прогадали. Виталити вообще не ищет легких путей. Не сделали чистую рампу. Да, да, давайте на Аппедим. Да, да, да. И вот об этом и речь. Опа. Падает первый девайс. Апекс отдается, падает второй девайс моментально. Ребят, забирайте, я нафармил. И тут еще и бомба. Ох, какая просто любимая халява для Хеллрейзерс. За его спинку тем временем зашел. Пока в будку не заглядывает. Но Апекс в случае чего снаружи контролит. Видим то, что забирает нутки. И дальше будет вопрос по поводу Шокса. Шокс заходит. Но бомба по прежним под контролем. Апекс в этом направлении двигается. За его погибает. Скобекс. Какие-то проблемы на ровном месте. Действительно, насколько много экономики сейчас выбили из Виталити. И да, проигрывают этот раунд Ашеры. Как и должны были, в принципе, с точки зрения Виталити. Но столько девайсов отдать. Ну ладно, в принципе, экономика у них пока еще хороша. И запас есть на то, чтобы такие потери понести. Но такими способами не позволяют себе ее укреплять. Вот РПК закупился, у него 600 осталось. За его закупился, у него 500 осталось. И 5 Кригов, кстати, что интересно они взяли. Ну, кстати, да, такой вполне нормальный вариант для Анюка. С его расстояниями. Эмки плюс АВП в защите без дефузов. У всех первые арморы, раскида по минимуму. Ну, возможно, какие-то банки были изначально откинуты, поэтому как бы окей. Но стороны Атаки. 5 Кригов. 5. Не больше, не меньше. Опа. Первый пошел. Так. Пока скобом щелкает Нуки. Хочет не пропустить никого на рампу. Есть флешка хорошая, которая закрывает снайпера. И дает вырваться на рампу. Ну и пройти здесь можно, но Алекс теряется от Скубикса. Скубикс успел фраг оформить. РПК посмотрит аккуратненько на хелпу. Апекс уже прошел на вилку. Следом РПК идет. И все. Хотя бы в таком составе добраться. Но пока ни с того ни с сего ситуация превратилась в 3 в 5. И виталити это, скорее всего, надо как-то сравнять. Если они этот раунд проиграют, то это совсем провал будет после прошлых потерь по деньгам, которые мы уже отмечали. Не, ну это надо сейвить. Сейвить. Ну а третью карту сейвить. Опа. Вон Хэрри погибает. РПК погибает. Но Шокс, видимо, решил до конца гейминга сыграть. Не уносить девайс. И отомстить хотя бы за товарищей. Но и то не получается. 5 в 0. А Шера закрывает этот раунд. Ну там денег на полный байонет. Ну то есть, да, они могут снова купить два Крига и сыграть от этого дела. Да нет, разграбиться можно, я думаю. Но пока... Матч над лоу-раундом второй карты. 24,5 и больше. 1,72, 2,05 на меньше. Ну верят в потную каточку. Да. Вообще, как бы резонно. Наверное. Так, ну что, да, раздропались в принципе. Хотя остается МАК-10 только у Алекса. И вовсе по 250 взял себе РПК. Ну не густо, не густо. Не богато. А вот если бы тогда не потеряли столько девайсов, они бы сейчас нормально закупились. Если бы так обыд. Много, да, действительно, условностей, которые нам с вами не позволяют на полную насладиться противостоянием как минимум на никем. Поли села Молотов, довольно такой рандомный он там получился. Не зашел. Новый ход куда? Причем с выходом подлинг. Сваливается за Эйбу. Они все сваливаются. Да, успели проскочить с одной потерей, но успели. Поставить бомбу можно в Сикрете, за Эйбу пока прячется и будет посмотреть на вилку. И тут обосноваться не могут. Обратите внимание, где номер 7. Он на респауне. Чем черт не шутит, он реально может забрать кого-то. Не, ну может он в сморе стоп спинку никто не поджал. Ну и такое возможно. Но интересно то, что сейчас уже бомбу поставили, он все-таки в спинку и смотрит. Краш, вот терпике сейчас смотрит аквариум, насколько я вижу, переводится, переводится и вовремя переводится на краша. Пока погибает Аликс, Нуки отработал свою АВП. А вот забрал люкера в спину, но в 10 секунд как бы они не успевают все. То есть это слишком медленный в рейтейк. Максимально медленный. Рана как бы понятно. Все, теперь точно поздно. А еще и Ники может не выжать. Бам. Ну ладно, Скубик там тоже не сильно проседает. Ники-таки умирает в терпике. Да, он АВИК теряет, это довольно болезненно. А экономика в защите тоже отрещит по швам. Да что ж такое-то? Хватит! Хватит сливать экономику! Скубик, смотри, вышел с полным сетом гранат и с прочим. Я думаю, что он сейчас какой-нибудь... Ну, фармганчик, наверное, скинет, не знаю. Не, не стоит. Слишком дорого. Хотя команда закупается, что самое забавное. Да, ну и тут и без него фломасами обошлись флорченики. Ну, фух-фух-фух-фух-фух. Тяжко, конечно. Вот и попытайся запредиктить подобные расклады. Не знаю, если бы, знаешь, я бы лила хаты на такие матчи, я бы сидела бы уже в 15 лет. Интересное заявление. Знаешь, Dead Inside, они все вот именно так вот становятся ими. И вот видим, что Ангел погибает, и пока у нас заканчивается история с защитой базы Б такими темпами. Краш перестреливается с Абб... Бомб Кэрри убивает! Но надо теперь бомбу забирать, да, там с Крассом разобрались, и в целом можно уже заходить потихонечку, потому что только двое в защите остаются с Кубикса, просто в спину расстреляли. Как это было? Некрасиво, некрасиво. Легко это было. И команда Vitality выходит на 5 поинтов. То есть, как бы, учитывая, что это был закуп до нуля от HellRaisers в большинстве своем, это тоже. И стоит помнить, что это атака на Нике. Я уже говорил тебе и на первый кат, что для меня Vitality именно за Т-сайт всегда играет несколько лучше, чем за оборону. Тут во многом, конечно же, определяют то, что в последнее время они слишком как-то ровно все идут. То есть, даже Зеву перестал так сильно выделяться. А вот защита у них хромает. Но если говорить конкретно за Нюк, то Денис... Ну, Нюк, но в Нике пока, видимо, то, что топ Фракстат имеет. Очень круто себя показывает. Успевает в каждом раунде что-то запишалить. Репики забирает пока Фларыч. Неплохо получилось. Успевает так разобраться. Хочется посмотреть, что там у нас по Фракстату Виталис, а у них никто не выделяется. Все более-менее ровненько, только Зеву немного впереди. Вот как раз таки. Ну, для него это классическая ситуация. Ну, в конце этой карты все равно опять единицы. Она стреляет и все. Ну, а что делать? Дарование, которое все превозносят. Так да, но последние турниры... Мы вчера с Низдом спорили на эту тему. Он подумал, что я говорю про ХАУТВ рейтинг, но я говорю про именно КД рейтинг. Там не все так гладко, хотя вот сегодня в предмочевом аналитике говорили полторы тысячи в плюс фрагов, но это когда-то давно он успел так много настрелять, а сейчас по чуть-чуть по крапальке, но фармит. Это серьезное заявление, его надо проверить. Ну, посмотри. Так, ну что, пока видим то, что экономический раунд от Ашер, только один армор Роскубикса, и по пистолетам тоже поменяли там кое-чего, но по большей части предпочли оставить деньги. Пока видим то, что Висталити потеряли немного КП, на Зайву, а вот Фларыч, оказавшийся в будке в ненужный момент, славил ХАЕшку на полу лица. Там попытка как-то выпить рампу, краш, вот Апекс доигрался, первый пошел. Как-то у меня пошатало прицел, и в голову все-таки посадили ему пулю. Так же под девяткой в раздевалке тусуют. Ну и подход тот. Кстати, вот тут в раздевалке-то могут и в окошко-то посмотреть, чекнуть. Вроде как должны его... Кто в термочке живет? Да. Ну а то такое. Опасно, я бы сказал. Ну вроде там что-то. Топают, топают, но пока безрезультатно. Молик очень вовремя по ангелу, выкуривают его этим Моликом и забирают. Да, пчелок не уважают. Такие как Аликса. Ну бывает, бывает. Шокс с товарищем открывает плент от Азио, РПК забирает крашу, Нюки забирает Аликса. Пробаву дропнули, так что он должен там ставить за его, пока разбирается его команда. Нюки контролировал выход из будки, но не доконтролировал. Погибает в итоге от РПК, РПК еще делает фраг по Скубиксу, Шокс погибает от самого Скубиксу. Ну, раунд закрывается, и все, в принципе, стабильно. В любом случае, это был экономический атошер. Там нечего было ожидать. Шесть раундов за атаку Виталий Цюннике. И дальше. Чем дальше, тем меньше пахнет пока что Вертига. Чем дальше, тем страшнее, я бы так сказал. А когда будет настолько страшно, что надо будет его вырубать? Ну, когда Холлорейзерс выиграет 2-1. А, ну... Все по сценарию. Понял, принял. Пока подготовка к дефолтному байраунду. Холлорейзерс в улицу играет не так уж откровенно, как хотелось бы. РПК легко забирается. Клуба-даплантом Фларич также может стать жертвой храбрых. Нюки делают всего лишь единственный размен после еще двух фрагов от Апекса и Алекса. Но Фларич таки пытается найти кого-то в смоках, но Верпайз у него это удавалось. Здесь, конечно, без шансов. Зиву его вантапает. И Краш последний в лобби. Не в игровом лобби, а на карте. Да нюк в лобби. Хорошо, что уточнил. А то я уже регать хотела. Так, ну что, Крашу надо, наверное, как-то уже уходить. У него много гранат осталось. И Эмка. Это надо засейвить, потому что, судя по всему, это будет единственный девайс на следующий раунд. И да, пока не складывается. Все никак не складывается. Большинство за Виталити должно быть уже по раундам в этой атаке. И потеряли одного РПК, что неприятно. Ну, так получилось. Опен фраг в мейне получился очень хороший. И после этого уже все посыпалось в Ашар очень быстро. Ну и да, видим, что Краш уходит на те спавны. Там свою эмочку спокойненько убережет. Тут даже если кто-то на него сунется, скорее всего, он успеет на префе забрать. Да, он слышит, тем более. Преф должен быть. Флешка полетела очень ранее. И как-то у него повело немного прицел. Да, может быть, аймпанч. Я, кстати, не заметил, был ли второй армор украшен. Если нет, то там... Да, хотя бы в антапсе равно в голову. А вот коэффициент, потому что партнера при матче тоже метки как никогда. 1-0-5. Ребят, если вы залили, то я советую вам потом Пчелкину писать. Пишите лучше Пчелкину, где рэп. Я не видела. Лучше вот это напишите, пожалуйста. Он тут говорит, идея в голову пришла. На кухне мы стояли, общались. Возможно, нас с вами все-таки ждет рэп, но на какую тему пока раскрывать карты не будем. А когда на батл? А когда рак на горе свистнет? Это наши два вопроса, которые не могут найти человечество. Когда рак на горе свистнет? Когда Алексей Пчелкин запишет рэп-батл? Ну, помянем. Не вырабатывал. Будущее, возможно. Которое так и не родится. Которому не суждено родиться. А он уже не молод, стареет, стареет. Да, дальше уже потом все уже. Не до того будет уже старость замучить. Ну ладно, пока видим то, что у нас сарморы докупают себе ашеры. Пистолет меняет. И получается такой интересный форс. С одним фарганом от ангела. Довольно рискованное решение. Но до 2000 такой бай получился практически у всех, кроме ангела. У него немного подороже. И что по поводу фрагов? Он что-то настреляет с этим. Было, конечно, хорошо. Вот интересно, на его позиции, где он там стоит. Дерочка? Да, я так понимаю, на рампе. На планте. А, подожди. Да, на рампе все-таки с той стороны. Под ящиками. Ну вот, хорошая позиция для того, чтобы там фраг другой выжить. То есть... Если не забайтит на него самого. Потому что по факту там двоякая ситуация. Вроде как Краш периодически на себя сообращает внимание, да? Но при этом ангел смечается. Именно с этой же Оксанью. Ки падает. Так, там пока где-то в районе Хлопы гуляет ангел. Действительно, все становится рискованнее. Ну, потому что есть вариант, что они все-таки на А будут выходить. И он, видимо, хочет побыстрее к девятке подобраться в случае чего. Ну, вот Шокс уже спустился. Тут кровинушка уже по стенке размазана. Подходит к аквариуму. И с аквариумом, может, какую инфу даст. Ну, видим то, что Скубикс говорит, товарищ, что тут пусто. Ну, и, возможно, кто-то уже будет подтягиваться. Шокс выходит на плент. Видит, что здесь абсолютно пусто. Ну, и действительно, скорее всего, будет уже с вилки отстреливаться команда. Погибает пока Краш. Ангел тоже не успел ничего сделать. Против СГшки трудно воевать в такой ситуации. Что с пистолетом, что с фармганом. Ну, и зажимает Апекс пол. И в сухую забирает. Действительно. А где-то мы уже этот счет видели. Ничего не напоминает. Там был 1-8. А тут 2-8. Одним раундом больше, одним раундом меньше. Итог-то какой? Ну, ну, не одним раундом больше, а в 2 раза больше раунда взяли. Ну, ладно, хорошо. Математик на месте. Лады. А где паузы? Холорезы к этому моменту, по-моему, на первой карте брали уже 2. Вот как-то пока не пусто. Вообще. Увы. Действительно, тут еще причем на защите поудобнее, как правило, на Нике бывает. Так что пока. Даже мои познания в области матеши не подсказывают, что здесь стоит ожидать на карте. РПК. Потерял половину хп. Апекс погибает. Но размен на двоих сделан. Зайву справился с половиной команды, считай. Ну, а шер. Ну, еще трое работоспособных с баем, с хорошими арморами, которые могут повоевать. Так, ну что, зайву на пленте. Да, тут бомба уже поставлена. А шеры, возможно, примут решение сэвить. Хотя, вот, пытается пристреливаться успешно, пока это делают против зайву. Ангел свой фраг находит. Ну, 3 в 3. И 25 секунд. Да, тут можно и на ретейк пойти, щипцы есть. Выходит, ух, как шок, тут реагировало. Отличная работа от него. И от флешки ушел. Теперь уже надо сэвить, да. И Ангела перешел. Просто красавчик. Но сэв двух девайсов. С другой стороны, 9 раундов для Виталити. И что-то мне подсказывает, что будет очень серьезный повтор первой половины на оверпассе. И, вероятно, более серьезный. В плане 12-3, возможно. Но это не точно. Так, ну что, эти два девайса будут единственные или будут докупать? Вообще, ашеры пока, судя по их тенденции, предпочитали именно докупать что-нибудь. Щипцы пока. Нуфи себе берет вторые в команду. Да, Фларыч покупает армор. Ангел покупает армор. И Краша, я думаю, тоже вынудит купить армор. Действительно так. Ну и форсят под него. Под все эти девайсы у Нюхи с кубикса. И Ангел снова при фаргане. Посмотрим, будет ли в этот раз позиция работать. В прошлый раз напоминаю, что при таком решении фраг так и не получилось сделать, к сожалению. Но тут рано или поздно это получится. Шокс. Вот Ангел не справился здесь. Я думаю, с него фарган там подберут. Вполне удобная позиция, чтобы это сделать. На подлете ловит внуки Алекса. Круто получилось. Да, ну а тем временем с кубикса закрывает Апекс, вернее, да. И по факту для Виталити снова меньшинство. И из подобных положений на верпассе удавалось выходить. Ну и пока не тороятся. Бомбы вовсе дропнули на тиспауне. Так что они хотят еще повоевать. Видимо, фраги поискать. Ну и в случае чего можно просто уйти и все. Пока. Хотя для Зайву нет шага назад. И вот есть вариант, что его Фларыч нет. Фларыч не пошел дальше. Из винтов он забирается обратно на Аплент. Тише перед Бурей, возможно. За Зайву. Кстати, у Зайву только по 250. Что, у него реально давать с ним было? У него 8000. Он дропнул. Не, он мог выкинуть авик заранее. То есть он, видимо, рассчитывал здесь как что-то найти? Да, да, да. Найти что-то. А вот и шага. Да, вот авик валяется. Так что ты и зря. Хотя он может себе позволить здесь по 250 сыграть. 35 секунда. А где выход? Выхода нет. Выход есть для Краша. Из его в частности. А так-то да. Да, подбирает он второй авик в команду. Ну, посмотрим, с него достреляет ли что-то. Потому что ситуация 2 в 4. Вполне можно разыграть. И видим, что Шокс стремительно. Это отчаянное решение. Очень отчаянное решение. Раз, два. Два зайчика прыгнуло. Два зайчика погибло. Говорят, за двумя зайцами погонишься. Нет, ну вы не поймаешь. Ай, когда они друг за другом выскакивают, как делать? К тому же гнаться не надо. Тут. Луна светит всем. Смотря как ты бегаешь. Ну, они бегали быстро, но это им не помогло. Там, 9-3. 12 раундов прошло. Два века за кт-сторону. Краш вместе с Ньюки. Да, такое добро решили не отдавать. Ну, напоминаю, потому что в прошлый раз они играли от двух девайсов, которые засывили. И остальные просто форсили. И поэтому этот раунд они взяли экономику, очень сильно себя укрепили. 5 тысяч аж у скубикса имеется, 4 тысячи у Ньюки. Может закреплять успех на этом раунде. Ну, увидим. Потому что пока Виталити за счет Винстрика поддерживает свой бай на высоте. Вот смотрю, у нас шаг с АВП и понимаю, что это... Это не то чтобы не есть хорошо... Плохая идея. ...не так выгодно, как Зеву с АВП на Ньюке сейчас. Ну, увидим. Объективно говоря. Возможно, Зеву сказала, ребята, хочу пострелять. Ну, он как бы пострелял, но отдают раунд уже не первый далеко. И Виталити могут... Первый план сыграет не разгромно, а довольно дефолтно для себя. О, Шокс погибает. Как раз представила, как такая случилась снайперов на рампе. И ее выигрывает Шокс. То ли еще будет. Не то, а так что-то другое. Я думаю, что там, кстати, краша РПК забрал. Все-таки отомстил. Сколько их погибает? Во-во-во, видишь, он на инфу играл. И Зеву еще тут под лестницей. Они все такие думают, ребят, мы за его убиваем. Сейчас он видит, что там снайпер стоит. А это оказался всего лишь Шокс. Обманка? Да. Увидели потом на... Видите, как он ползет. ...килфиде. Ползком, ползком. Ньюки, а Ньюки? А что ты будешь делать в случае, если у тебя на Апланте сейчас такая дыра образуется? Ну, мне кажется, его позиция здесь... В случае, если не получится засейвить, так скажем. То есть, довольно... Там еще и бомбу перекидывают под эти вот... Как они просто обыгрывают нюки? Это жесть. Да, партизан на ползком. Десятая секунда. Выход-то под Б. Ангел может просто не дать вам керри поставить бачку. Алик забирает Ньюки. Девять. Восемь. Рано еще. Да, Ангел, Ангел не успел. Ну, вот самое время. Не успел. Молотов полетел, точно знает, что в аквариуме кто-то есть. И хочет его чекнуть. Правда, сейчас, если двери распахнутся... И опять по углам просто ползут. Ну, вот не видит он его там. А мы его видим. Благодаря X-Ray. Жесть. Вот Виталити здесь, конечно, показали нам очень забавный раунд. Но при этом деньги у Холлоризера будут в случае проигрыша. Вот об этом стоит задуматься. Ну, а с другой стороны, 10 раундов для Виталити. Да, просто в прятки поиграли и десяточку взяли. Хорошо? Десяточку. Десяточку. Ну, и, честно говоря, тут прям очень-очень хотелось бы взглянуть на Вертига. И довольно грустно, что его никто не взял первой из двух карт. Кстись. Я понимаю, что ты не хочешь. Ну, а наш, например, приматч хочет дать нам коэффициент на Тулу Раундов второй карты. Я хочу еще раз вернуться к Валову на Эпицентр. Потому что я зашла на днях на Ликвидпедию почекать, появились инвайты или нет. Вчера это было вечером. Захожу такая и смотрю на маппул на закрытый Квалов на Эпицентр. И там не было Вертига, там был кэш. Как ты думаешь, это опечатка или действительно будет кэш? Это все еще опечатка, конечно же. Ну, мало ли, у меня какая-то надежда еще есть. Потому что, конечно, новенький свеженький завезли. А поиграть на нем не завезли пока. Опаньки, тут у нас уже двое Виталис теряются. Теряется и Шокс! Но размен только из первой Паннуки. Дальше как быть? Надо как-то 2 в 4 отыгрывать. Ну, не раз уже в Виталисе такой расклад выигрывали. Но это риск. Это такой риск, что надо бы таких моментов пореже запускать. Ну, что поделать? Пока порох в пороховницах есть. И видим то, что бомба под контролем. Это, наверное, самое важное в такой ситуации. То, что они бомбу не отдали. А это означает то, что они могут пустить пыль противникам в глаза. Вот видим то, что... Больно. Зачем так своего флешка-то? Ангел погибает. Кстати, фрифраг получился, который сравнивает немного положение. И на хелпу Алекс подтягивается. Здесь чекает рампу. Не дочекал. А не увидел. Точнее, Крашев, потому что смотрел в другом направлении. Но с Крашем не справился и РПК. Так что раунд забирается командой Ашер. Ну, вот последний раунд половина. Увидим, будет ли повторение оверпасса за счетом. Или все-таки 5-10 будет в этот раз. Ну, вот, кстати, квал на эпицентр. Да, действительно, до сих пор стоит кэш. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Я почекала. Подумала, может, вдруг Эликотпедия везде не меняет мапул. Но, но, но. Это дефолтный шаблон, скорее всего. Но сам факт, что... Слушайте, дефолтный шаблон. Уже сколько времени вертик висит. Ну, я имею в виду в плане в официальном мапуле. Да, но шаблон не переписан. Ну, не знаю. Раньше я на такой не наткалась. Я 11-й хитрый. У меня надежда. У меня есть надежда. И я ее придерживаюсь. Пока. Окей. Окей. Сейчас выход фулцает. Есть минус от Ангела по Апексу. А далее работа для Ангела продолжится или нет. Вопрос лишь к упору Виталити. Алекс делает размин моментальный. Скуби тут под синим ящиком. Может также пострадать. Алекс с ним отправляется. И скуби совсем не по сопернику. Краш Мэйни также оказался практически не удел. Но после минуса по Зиву так точно. Зиву еще и Нюки щелкает моментально. Фларич последний. 1 в 4. Забирает первого. Забирает для второго. Нет, скорее всего. Ну. Так просто. Министр Клач, конечно, из него получится очень весомый, если он возьмет Клач 1 в 4. Но этого не случилось. Повтор. 1 в 4. Что-то как-то сценарий, мне кажется, поленился сценарист. Что-то ты говорил, что там что-то видел. Подожди, но... Можно было в другой. 1 в 4 это не поражение все еще. Это не 15-0. Нет, он поленился придумать другой счет на вторую карту. Пока. Ну, видимо, что он совсем... А это типа, чтобы нести, так сказать, небольшую интрижку. Пыль глаза пустить. Да, пыль глаза пустить. Теперь люди такие думают, 1 в 4, да, easy 2-0 для Виталия. А тут сейчас как... Хуже уже не будет и... Бац, 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 и пойдет. Ну, все шансы еще есть по-прежнему. Мы помним то, что на Вэрпассе на второй половине у нас Ашеры подрубились. Немного там они сколько... Они всегда на Вэрпассе подрубаются, я тебе так скажу. Да, вот они там пистолетку взяли, по-моему. Не то они пистолетку, а то фор взяли. Да, да, вторую пистолетку взяли. Да, и дальше там у них пару раундов отжали, но после этого их небольшой скромненький камбэк был завершен. Ну, тут нам пока показывают вот этот момент, где Фларыч настреливал-настреливал, но забрал пока только одного. Вот был момент на пистолетке. Все равно они выиграли, даже там с потерями всего двух человек, но можно было немного точнее в этом моменте сыграть. Ну, неважно, абсолютно ничего не решает. И видим то, что по сути, виталити, что-то пока Вертига не очень хотят. Виталити не хотят, Хеллрейзерс хотят. Да. И, кстати, шансы у Хеллрейзерс на Вертига не то чтобы прям совсем большие, но они есть. Ну, Вертига, знаешь, это ловушка Джокера. Да? Там всякое может произойти. Поверю тебе на слово. Вертига спутница неверная, к сожалению. Для кого как? Ну, знаешь, если ты негативно на стройнкотеканцы, там ее не тренируешь, там еще что-то не происходит, и другая команда тоже, типа Виталити, такая, ой, давайте потреним с ашерами Вертига. Там может случиться всякое, может, тебе набьют на эту Вертигу, и будешь потом от него плеваться примерно так же, как и мы, когда видим его в Мапуле. Ну, я довольно уверенно играю в Вертигу, меня все устраивает. Я его играла только, когда надо было проходить челлендж на мажоре, чтобы на каждой карте выиграть. Вот, и только тогда. И у меня чисто случайно... Ты получила, Верелья, на твою монетку или нет? Нет, а я не смотрела. А какой смысл было тогда играть? В смысле, ну, чтобы получше монетку получить. Во-первых, а во-вторых, это было, ну, типа мотивацией поиграть немного Вертига. И я в первый же матч села, в первый же матч мы выиграли, по-моему, 10-0, ну, 10 раундов подряд, и наши противники левнули, я такая, слава тебе, господи. А там нужно было вот именно 10 раундов выиграть. Я получил золотую монету, не сыграв большинство вот этих вот 10 раундов там нужно было. Там, по-моему, три карты сыграло все. Слабак. Ну, я просто понимал, что я уже бриллиантовую не получу, потому что накосячил там где-то, ну. Ну, я этим занималась раньше, чем трансляции начались. В какой-то момент у меня трансляция просто не посмотрела. Трансляция не посмотрелась. Цитата великих. Увы, да, так случилось. Ну, вот такой расклад у нас выходит. Да, и вот там было что-то очень мемно, то, что именно 10 раундов нужно было взять на каждой карте. Так еще доиграть это мощно надо было. Да, но они левнулись, дались все. У меня был опыт, когда я играл с ребятами до 10 раундов, только у меня отключился интернет. Мне не засчитало. Сейчас с интернетом по жизни проблемы возникают частенько. К сожалению, что-то провайдеры сдают. Вот у меня просто была ситуация летом, когда у меня прям просто вот каждая катка в дот, каждая катка, был один дисконнект минимум. После 12 стабильно. Да, и звонишь такой провайдеру, и он говорит, ну вот когда дисконнект нет, тогда и звоните. А ты же не хочешь, чтобы прям это все выясняли посреди карты, когда еще подрубаться обратно надо? Ты можешь кучить громкую связь, и чтобы твои тиммейты это все дело слышали и поддерживали тебя. Ну, и такие скажут, перезапустите роутер, перезапустите еще раз. Сейчас я там перерублю, у вас интернету не будет. А за это время тебе уже лифт засчитали, и все. Вот, cool story, да, продолжается у нас. Ну все, грустное, грустное бытие. У нас такой же грустный, примерно, как у ашеров на этой карте. Да нет, ну не все так плохо, на самом деле, то есть, ну, как я уже и сказал. Ну, пистолетчик надо тащить. Да тут не только пистолетка нужна по-хорошему первую закупку, а то и вторую вырвать. Но насколько шансы высоки, у Hell Raiders узнаем прямо здесь и сейчас. Виталити за сторону защиты. Шок с дефузами и смаком, остальные все скилларами и успами с кучением фэдитичного апекса. Апекинюки с куби, аэрпеки, ангел, как же много минусов. Там прям танцевали на рампе Ашеры, просто не получалось попадать. Но все равно ситуация такая, что Ашеры могут и подзалить, мы видали такое. Но все у них в руках, все выгодно. Самое главное, что бомбы в руках, они могут двинуться куда угодно. Ну, и выходят из Шокса, и Шокса забирает, остается один апекс, все. Единственное, что апекс был не в курсе, где же все-таки находится бомба. Но сейчас он все равно отдает себе отчет, что это будет выход под А. Внуки смотрят его. Ангел понимает, что можно на БО бежать? Ангел понимает, ангел понимает. Ангел что-то понимает. Но у них минут времени, они могут его по всей карте обойти поискать. Возможно, даже найти, и после этого поставить. Бомба ставится. Апекс уже спрыгнул. Апекс уже... Ой, нашел, нашел товарища. Ну-ка, сеть, запнуть его как-нибудь, кусь, сделать аккуратный в голову желательно. Там дифузов нет, Шокс на планете их посеял. Ну, что поделать? Видимо, то, что Ангела забирают, остается один Нуки. Фейк-дефьюз. Ой-ой-ой, какая точная голова от Нуки. Красиво. Красиво выигрывается пистолетка. Жалко, конечно, что столько людей потеряли, но, тем не менее, бомба поставлена, все сделано. И деньги есть на хороший форс. А еще есть коэффициент наш партнерный париматч, друзья. Ну, он не изменился, да. На карте 8,5, Хелл Ризерс, 1,5. Виталий, опять же, кроме пистолетки. Ну, я думаю, что если бы пистолетка была бы выиграна, он бы поднялся еще немного. Так осталось, как было. И форс-бай для Виталити. Вот, кстати, на подъемового коэффициента я вообще не уверен. То есть, ну, форс-бай же французов неплохо работают, тем более, но никакие за защиту. Тот нарвется на быстрая А, но Хелл Ризерс это дело минует выходом в улицу. Ну, типичный скаут в ангаре, пока видимо. Типично вот это мотание, когда промахиваешься. Когда в пабе так делают. Но-но-но-но-но, да. Куда? Так, ну что, Ангел спустился в секрет. Команда за ним не пошла. Он один пошел. Посматривает, нет ли кого. Из-за смока? Ой-ой-ой, а тут мимо пули просвистело. Это означает, что кто-то опасный сидит в раздевалке. Но зайву уже забирается на девятку. Сверху посмотрит, его никто поджимать не собирается, насколько он видит. Но, возможно, упустит тайминг, если сейчас... Или слышит, что он как топает. Алекс внизу смотрит. Ой-ой-ой, приняли все-таки РПК. Но зайву свою жизнь спас. Так, справляется Шокс со Скубиксом. И дальше будет посматривать, не будет ли еще кто-то штурмовать эту высоту. Но пока размен на один-на-один. И со Скаута попадает по Крашу, но не смертельно. Все-таки сейчас Краш погибает. С СЗшки его добрал Апекс. И ситуация теперь уже в меньшинстве для Фил Рейзерс. Но Нуки очень хочет фраг забрать по Шоксу. Шокс очень хорошо знает, что его хотят забрать, и поэтому не открывается. Ее сейчас... Как его тут... Разобрали. Легко разобрали. Также и Алекс может пострадать. Но, вместе с Зеву, они вряд ли уже смогут зацепиться за эту ситуацию, потому что инфа про них есть. И достаточно просто легким движением руки команде Холл Рейзерс решить, куда же они все-таки пойдут. Они стоят на А, и как бы... Да, ну унести, наверное, надо армор и скаут. Да? Хотелось бы. Да, взаиву в секрете. Уйдет. Ой-ой-ой, нашел Нуки его. Хорошо получилось. Ну, КП было не фул, так что по-быстрому его забрали. Алекс тоже уходит на 10%. Ну и все, что он покажет в следующем раунде, это его армор. Первого уровня. 5-7 может сыграть важную роль, если там очень неплохо зааркадить. Например, лобби, дверь или что-нибудь еще. Но в остальном, конечно... Да, 5-7 пока показали у нас в Виталии все то, что на фарсевичах любят. Частенько берут. Так, и что? Будут делать эко или докупать до 2000? По хорошему эко. Да, не хватит, да, после такого бая денег на дальнейший фулл бай. Так как дороговато это все обходит в дело в защите. И берут СЗ-шку, СМОК один Алекс закупает, и 2 по 250-х и Дигл. А команда Hellraiser в свою очередь занимает 4... Ладно, 3 лобби показалось. Мин 4, а Ангел пошел в улицу, играет Зиву. Моментально. Алекс пока не делает никакого размена. Просто запускает игроков в секрет, орпики находят Ники. Легко. Ну что ж, стоит помнить, что это экономически. Пока все равно все повторяется так же, как и на просто карте. Только там, по-моему, Ташер и Форс что ли отдали, то ли третий раунд после Форса. Но они... Ну и в сторону другие были. Да. И в сторону другие были. Но на атаке пока дело пошло хоть немного. Ну так потихонечку, полигонечку авосик камбэк будет. И Вертига тоже будет. Так, а что у нас? Алекса забирают. Девайс с Нуки подобрать не вышло. Хотя его вроде там вплотную забирали с фармгана. А, нет, прошу прощения, это с прошлым раундом запуталось. Там его где-то наоборот издали с P250. Да, РПК его положил. 55-я секунда. Очень медленно раунд от Холориза, даже несмотря на то, что как-то у ЭК соперника не сильно задается размены в этой ситуации. Хотят максимально много вынести экономики без особых потерь. Хотя они потеряли это в любом случае. Уже как-то отразится краш. Выходит через дверь. Топует РПК. Это дело слышит. РПК Фларыча может принять. Вряд ли его зачекают в первую очередь. Хотя чекают и забирают. Получилось удачного Ашера. И они должны занимать флэнс. Да. В секунду. В секунду. Закончили этот раунд. Синхронные фраги у нас показывают Ашеры. Первый байд для Виталия за оборону. Только будет Аликов. Вероятно, один. Потому что Оксане так много денег. А как у них кофе оказалось на столе, если у них только вот эта штука? Я так понимаю, это энергетика или какой-нибудь? То есть... Я просто вспомнила твой рассказ про Клаву. Ну, да, да. Все к этому идет. Мне просто кажется, что регламент, в принципе... Там, возможно, не просто банки пустые стоят. Чисто какая-то там спонсорская штука. Но какой-то регламент же должен быть, чтобы не было жидкости за столом. Даже нас заставляет жидкости за столом. Нет, нет, нет. Игроков все делается для них. Проливаешь на клавиатуру твои проблемы. А, непеда, у нас еще 10 есть, да? А, это нет, нет, нет. Тапсы очень долго искали клавиатуру. Очень долго. Ну, на самом деле, я так думаю, что в КСе так же киберспортсмены со своими девайсами сами ездят. Ну, не по две же с собой брать, правильно? Нет, по две берут. Вот как раз потому, что была такая история однажды. Дай бог памяти, на каком турнире. У товарища багаж потерялся. И там после этого ему сказали, вот ты лох. Все нормальные люди берут одну вручную класть. Пачку девайсов. У нас сидит профессиональный игрок в аналитике. Подойди и спроси. Как часто он возит с собой две клавиатуры? Он тебе скажет. Надеюсь. Денис, ты же скажешь, правильно? Ну, а пока 48 секунда. Очень медленная раскидка под улца. Причем, кстати, не дефолтная. Смока под мейн и вообще-то под гараж. А тут прямо в руки к Алексу, который откидывает смог. И еще какое-то время потянет. Пропрыгивает, но Молотов мешает ему увидеть, кто там есть. Поэтому Алексу приходит сменить позицию. Апекс очень агрессивно показал себя. Ух! Ну, разменялся хотя бы так. А потеряют ли Алекса здесь? Они должны знать, что еще как минимум один игрок должен быть под бэклантом. Ну, слышит, слышит. Там, тем более, в аквариуме зеркало разбили. Хулиганы какие, а? Стекло разбили. 9 секунд. 8 секунд. Бросай сначала бомбу, потом труп. Все забатли с внимания. Но времени уже нет. Да, секунда осталась. Ангел. Хоть и живой. После времени умирать нельзя же, Ангел. Ну, кто же знал, что время заканчивается. Котен, по-моему, вот прям секунду в секунду умер у него 6800. Ну, это первый взятый раунд для команды Виталити. Первый бай, и вот какие ошибочки. Ошибками назвать довольно сложно. Тут изначальный план команды Холориза был не совсем понятен. Кстати, тут я еще помню историю на этом ИСЛ. Вот не уверена, что это было на европейском. Я это видела чисто по скринам, которые выкладывали в каких-то группах с мемами. То, что у кого-то в руках грелка для Рукса взорвалась. Но я так понимаю, что эта грелка, это только у тех, кто на лане играет. Подожди, а как она может взорвать? А я не знаю, если честно, я вообще не представляю, из чего эта грелка. Но там паузу поставили, сказали, подождите, пацаны, тут грелка взорвалась. Интересно. Если у нас есть здесь химики, эксперты в чате, расскажите нам, интересно реально. Не, я что-то слышала про состав, который там типа потер, он согрелся и все. Ой, ангел погибает. Но мне интересно было. Как у этого парня руки? У него там с ними все нормально? Пока 4 в 4. Никки нашел размен в Алекса. Ох-ох-ох-ох-ох, неудки. Но снайпера чувствуют издалека, правда с Апексом постреляться более-менее адекватно не удалось. 3 в 3. Команда Виталя в случае проигрыша могут оказаться неудел. Но то же самое, кстати, и Хелл Рейзерс. По большому счету. Да, терять людей на самом-то деле тут чревато, что тем, что другим. И проигрывать раунд в том числе. Ну и что, пока потихонечку Ашеры по улице продвигаются. Остается в лобби на Скубикс. И вот его РПК может найти в какой-то момент. Хотя Скубикс посматривает в сторону радио. И перевестись ему будет довольно близко. Если его сжать, все-таки будут. Но суть по направлению вектора. Закрыл, к сожалению, своим номером. Противника. И не видно, что там видно. РПК, РПК, пожалуйста. Ну вот, вот, все-таки РПК смог. РПК смог. Посмотри, 30-ая секунда. Краш Фларич может быть совсем готова к двоим в руки. Причем Орик откидывается на винты, чтобы никто не поднялся. И надо, наверное, перестроиться. Уже точно знаем, что кто-то есть в будке. И РПК должны закрывать. Ну должны закрывать! Да, должны. Ключевой момент. Ну бомбу поставили. В принципе, это плюс-минус что-то додаст. Так же для Фларича. Но такой он брал. Однажды. Он слышал, что кто-то в мейне топает. 100%. РПК на ФСЧ отравили. Вот, вот, вот. Разменчик. Ну бомбу поставили. В принципе, что-то должно немножко забустить. Но на полный бай экономики явно не будет. Да, тут 4400 только у Нуки. А он может закупиться. Да, все остальные тут... Калаш безо всего. Все, все, что у них есть. Ну, иногда два девайса бывает достаточно. Ну, если прям на мужика так играть, то... Ашеры, в принципе, могут себе позволить сыграть на мужика. Как минимум попробовать. Это точно. Ну, тут мы пока видим немного хайлайтов. Хайлайт или тактическая для хеллрейзерс? Да, вот как раз настало время принимать решение. Вот точно такая же ситуация была на оверпассе. Форсить или все-таки сэкономить и пытаться... Форсить или не форсить, вот в чем вопрос. Вот, и точно так же. Они 13 раундов отдали, решили форсить, проиграли. И после этого решили раунд делать, отдавая 15-й. Вот прям один в один такая же ситуация была. Давай просто вспомним, что там по сторонам-то было. Ты же говорил, что сильно именно КТ на оверпассе. И как бы тут немножко другая история. Атака все-таки на Никею с форсом не так-то просто. Ну, да, к сожалению, так. Но что поделать? Виталити на своем пике играли в атаке в начале, что, в принципе, закономерно. Так что тут уже ничего не попишешь. Надо было за защиту больше брать. Так что тут вариантов не остается. И видим, что приняли решение форсить. И действительно, то, о чем мы говорили, калаши. На что хватало, на что наскреблось. И два дегла. Очень опасный бай. Такой бай, попади в голову. Вообще, на самом деле, любой бай попади в голову. Это важно. Не забывайте про это. Но заход через секрет, минус от Апекса по Ангелу. Видимо, с двери не далось выйти. Капитану команды форейдерс. Он был один из дегла рожденных, так что... Так у него еще полный полугранат был, чтобы ты понимала. Четыре банки. Это дорого. Крат это такое, подобрать можно. Жизнь твоя уже никто не подберет. Ну, а Зилу тем временем забирает краша. Ситуация опять в три. Да, просто через подбазу бэшу. А как они его не видели? Может быть, конечно, и не смотрели вовсе. Но патрон это должен заканчиваться у Скуби. Скуби! Минус три. Раз. И очень-очень битый Нуке, которому надо сейчас успеть как-то занять позицию. Уже сам себе РПК показал. Пострелял в дверь. Но не получилось у Нуке разобраться с этой ситуацией. И тут решил, видимо, за гитами сбегать. Нет, за авиком. За авиком. За большой пушкой. Да, какие-то у него есть. У него есть большая пушка, как говорили в Харстоуне. Да, да, да. Ну вот и опять аналогичная идея закупиться на решающий раунд и посмотреть, выстрелят или нет, заканчивается снова тем, что... Да, тут экономически делать явно нет смысла. Они сделали минус четыре. И вот видим то, что СГ-шка. Да, у Скубикса было четыре с чем-то. И он покупает себе Смок, Армор и СГ. Ну вот теперь еще дать бой. Еще подраться. По-прежнему они 15 раундов еще не отдали. Значит, шаг назад все-таки есть у них. Так, ну и что? Эту СГ-шку надо как-то реализовать. Для Ангела Галил достался, а вот Краш и Фларыч остались без девайсов, только на пистолетах. Куби контролит радио. Молик за Смок. Прилетает. Чуть-чуть пригорел Фларыч на одну хп-шку. Да, Манюк тоже. Может, это просто в него гранат попало. Десяток откинул. Минута 20 и запирается. Касательно аутсайда решили больше играть от узкого пространства Халлрейзер, с выходя под рампу. Но это Шокс. И минус. От него есть также по Крашу. Ну, смещение от Скуби по Зиву замечательно. Ведь есть возможность забраться на девяточку. Но захотят ли? Апекс. А за углом Ангел. У одного Фомаса, у другого Галил. Ситуация почти зеркальная. И Апекс отворачивается. Фларыч. Они его могут вдвоем зажать. И так и происходит. В принципе, Фларыч с Ангелом на двоих сделали фраг. Там и последний момент заметили. И в итоге Виталис это в меньшинстве. И наглость Ашер в плане Бая окупается. Ну, правда, теперь уже не окупается. Потому что Скубикс погиб. Но он что-то как в Соленовую вышел чек. Но это неудачно. Алекс вышел с винтов. Но не забрал. Керри зато заставил отменить установку бомбы. Плюс еще вроде как некоторое время можно выиграть сетки. И гранату РПК. Что творит? РПК! Квадрокилл в этом раунде. Соленова. Ну и видим, что он выбрался после этого квадрокила на первое место по фрагам на карте. Там, кстати, 21 фраг у кого-то был. Из команды Ашер. То есть там тоже есть пока лидер. Один. Я не понимаю, как его надо делать. Ну, реально. Мы не должны такое отдавать. Hellraiser. Ребята, вы чего? Ну, бывает. А как же сценарий? Мы же нормально общались. Так что еще камбэк. 8 раундов. Потом пару пачек допов. Это третья карта в 2021 году. Я уже говорил, что они в 2021 году будут играть три карты. Нет? Почему именно в 2021? Ну, так захотелось сценаристу. А, ну ты сейчас отмазывайся. Ты к тебе уже все равно выехали. Те люди, которые послушали то, что сценарий видел. Это им рассказывай потом. Да, это точно. Ну, с такими заливочными раундами, конечно, довольно сложно сдержаться. Неужели будет повтор реально первой карты? Ну, то есть 16-7, 16-7. Рыли. Может быть. Но пока видим, что закупились, как смогли Ашеры. Получилось, что у них один МАК-10, три Галилы и один Калаш. Конечно, слабовато. Откровенно слабовато. И видим то, что одним спреем ставят... Еще и Молик Туды. Напросто. Молик Туды. Кушай на завтрак. Ну, осталось у ЛУХП на живой краш. Скубикс погибает. Краш по-прежнему живой, но ненадолго. Он попытался найти кого-то. Мест в конце тоннеля для команды Хэлл Рейзерс. Где он? Почему все так грустно? Ну, вот как раз. Мне хочется плакать. Опять шок с Алексом. Это труп такой. Да. Ну и ну. Ну что, друзья. Команда Виталити хоть и ничего за свою победу не получает. Они так и покидают, если прыгают 10-й сезон. Они получают с полки пирожок. Респект. Респект от меня, потому что два дня я на них предиктовал, а что-то как-то не играли. Ну, вот Хэлл Рейзерс, к сожалению, не справились с задачей, но в любом случае неплохой опыт. Да, настало время хотя бы не на последнем месте быть в группе. Все равно вылетать, но быть не на последнем. А на третьем, по отчетным третьим, это, между прочим, бронзовая медаль. Такая символическая, пряничная какая-нибудь. Здесь нет бронзовой медали. Ну, это представить, понимаешь? Это как соревнования каких-нибудь там непопулярных у мужчин видов спорта, какие-нибудь там танцы особенные. Ты туда приезжаешь, а ты единственный участник, поэтому ты забираешь золотую медаль. А я смотрю, вы эксперт в танцах. У меня, да, брат такой есть. Хорошо. Пока у нас аналитика. Да, наши эксперты в студии аналитики готовы для вас разобрать это БО-3. Забирайте. Да, бронзовая медаль на групповом этапе, это не та награда, за которую шли по-любому команда Виталити. Но так или иначе, да, они занимают третье место в группе. Но никуда они выходят. Все. Нет, они выходят из этого здания, это уже неплохо. На трап самолета. Нет, ну, понимаешь, если бы они проиграли... Третье место. Понимаешь, если бы они проиграли еще из здания, они вышли. Ну, это по фактам, Алекс. Тебе вообще должно быть стыдно. Ты говорил людям ставить на эту карту, потому что... Слушай, я думал, что Виталити на нее поставили, но видишь как. Все же тут какой-то пранк вышел из-под контроля. Зачем тогда надо было вот это вертига, я не понимаю. 16-16, кстати, на двух карте. Да, понятно. Ашер взяли 14 за 2. Я думаю, это неплохой результат. Могло быть хуже. Могло быть хуже. Видишь, Денис, говорит, им вообще повезло, что они одну взяли в такой группе карту. Угу. Ну, справедливо. И поборолись еще, правильно? Не повезло, я сказал, молодцы. Молодцы, да. И еще то, что поборолись, ты сказал. Да. Ну, вот третий матч, к сожалению, прошел не в борьбе, а, к сожалению, на мате. Они были на спине. К сожалению. Для нас. Но, в любом случае... Как много мата у нас в последнее время. Есть ли какие-то, дорогие мои коллеги, вот замечания самые главные? По каким аспектам проиграли команда Hellraiser? Недвалка в этой игре, в первую очередь. Игроки из Vitality было видно, что каждый из них очень раскованно себя чувствовал на точках и вообще везде. То есть они чувствовали превосходство, грубо говоря, над соперником. И позволяли себе, где в других матчах возможности, не позволяли бы этих действий. И, значит, это переиграли. Ну, мы видели, опять же, Денис ответил такой момент, когда мы смотрели, что Vitality, по сути-то, и не потеет на этой карте. То есть они делали такие мувы, когда они позволяли себе там дропаться в четвером винты. И в четвером там из винтов выходить. Здесь, понимаешь, когда RPK у вас на первом месте... Смотри, как ставят. Когда у вас RPK на первом месте, значит, что против вас играет не очень сильный оппонент по скиллу. Потому что... Ну, либо... Ну, да, наверное, так правильно, в принципе. Ну, разница эта чувствуется, понимаешь? Хотя вчера, опять же, Vitality подзакидывали. Вот смотри. 22-13. Даже за его обогнал RPK, понимаешь? Поэтому тут момент такой. Стоит вообще похвалить, конечно же, Нуки. Тоже неплохо показал. И савиком неплохо показал. И в атаке, и в защите сделал, в принципе, неплохую игру. Краш в какой-то момент тоже вроде как включился, но потом просел, к сожалению. Ну, Ангел, кстати говоря, сыграл лучше, чем на первой карте. Ну, просто хуже уже сыграть было тяжело. Ну, хуже всегда есть к чему стремиться, как говорится. Так что жалко, на самом деле. Вот мы шутим, шутим. Я написал даже в Твиттере сегодня. Ребята, HellRaisers, давайте, побеждайте, мужики. Ну, смотри, прислушались. Да, я видел, как играют Vitality. Говорю, можно, можно. Ну, жалко, что вот HellRaisers проигрывают, к сожалению. Не знаю, вот долго ли будет этот состав существовать или нет. Долго ли будет... Был же уже перезагрузка состава у HellRaisers. Ну, вот самый последний. Остается только Ангел в составе. Вокруг Ангела выстраивают, да, по сути. Есть составы, которые выстраиваются вокруг Зайву, вокруг Симпла. Да, есть составы, которые выстраиваются вокруг Ангела. В этом проблема или нет, я не могу говорить об этом. Я не могу утверждать. Да, Ангел не показывает, типа, крутой Counter-Strike. Но это один из капитанов, один из капитанов, который, соответственно, не то чтобы может конкурировать с Зевсом, да, но который имеет огромный игровой опыт, у которого за спиной огромное количество проведенных матчей, который может настроить свою команду. Денис, ты же с ним играл? Нет. Не играл с ним? А Нуа со стороны слышал, как он как капитан? Если, например, с Зевсом параллель проводить? Нет, нет, нет. Это вообще совершенно два разных капитана. И сложно проводить параллель, тем более я не играл с ним. Но, как я слышал, да, хороший капитан. Ну вот, хороший капитан. Единственная в чем проблема, что, как мы знаем, в последнее время хорошие капитаны уходят. Хороший капитан не профессия. Это призвание. Профессия, да? Так и запишем. В трудовой книжке. Хороший капитан. Ладно, дорогие друзья, матч закончен. По группе B все известно. Выходят две команды. Это Фнатика и Фейс Клан. У нас будет большая, точнее, нет, небольшая пауза, а небольшой она будет, потому что дальше состоится замечательный шоу-матч.